В Златоусте дети предлагают властям построить аквапарк. Не забыли и о родителях. Для них заводчан просят новое место отдыха. Все свои идеи воспитанники детсадов обозначили на бумаге, нарисовали проекты благоустройства. Такие предложения сейчас принимают в 19 городах области и все, от мало до велико, могут сами решать, как изменить парки и дворы. Реконструкция может начаться уже в этом году по программе формирования комфортной городской среды. Как высказывать свое мнение, Маргарита Хижняк расскажет. Можно уже работать начинать. Начинайте с самого главного. Воспитанники детского сада номер 77 Златоуста вооружились карандашами, фломастерами и красками. Это не просто занятие по рисованию. Малыши сейчас и архитекторы, и дизайнеры. Фантазируют и на бумаге изображают мечту. Новый облик города. Я хочу, чтобы мой город находился в районе медзавода, потому что там много рабочих этого медзавода. И им надо тоже место, где отдохнуть. И они могут научиться у артистов что-нибудь. И могут брать на время животных. Воспитанники детсадов разрабатывают свои проекты в рамках программы формирования комфортной городской среды. Их, казалось бы, неказистые рисунки могут стать действительно серьезным документом. Каждую идею потом рассмотрят и учтут при составлении плана по благоустройству Златоуста. Узнав о проекте, который проходит в нашем городе «Комфортная городская среда», наш детский сад решил принять в нем участие. Наши дети изучают историю родного города, его достопримечательности, архитектуры. В рамках этого проекта дети создают эскизы по улучшению городской среды, проявляя при этом свое творчество и фантазию. Участие в программе решили принять и дети постарше, ученики школы искусств. Илья Терновой считает, что в городе обязательно нужен аквапарк и старается изобразить его во всех деталях. Это аквапарк. Это типа около ДК Металлург, напротив. Горки всякие, бассейны, уточки. В Златоусте в программе формирование комфортной городской среды. До 2022 года 15 общественных территорий. Среди них парк Крылатка, набережная городского пруда и сквер УДК Металлург. Как именно благоустроить место отдыха решают жители. Предложения до 9 февраля собирают в администрации. После горожанин голосованием выберут, что обновлять в первую очередь. Такие же выборы проведут еще в 18 муниципалитетах. В их числе Челябинск, Магнитогорск, Миаск, Иштым и Озерск. А уже рейтинговое голосование покажет статус каждого из этих объектов. И, соответственно, специальная комиссия счетная определит, какие из этих объектов, выбранных жителями, попадут в план 2018 года, а какие будут реализовываться в 2019 году. Губернатор Борис Дубровский в начале года на первом заседании с главами поставил задачу учесть все пожелания людей провести отбор проектов и благоустроить в срок. Относимся к этому проекту, собственно, не факультативно к этим датам, а относимся к ним совершенно серьезно и совершенно ответственно. Всего на благоустройство дворовых и общественных территорий, на реконструкцию парков и мест массового отдыха в Челябинской области в этом году будет потрачено более миллиарда рублей. Деньги направит федеральный и областной бюджеты на условиях софинансирования.